здравствуйте это вторая часть моего вязания из пряжи alize angora real 40 цвет цвет пряжи 758 еще раз назову состав это 40 процентов шерсть и 60 процентов акрил 100 грамм 430 метров я начинала уже с нее изначально вообще я хотела вязать с нее плечевое изделие поперечного плана вязания и думала подматывать носочную пряжу но но не хватает ни той ни той пряжи я уже немножко с ней поработала и поняла что мне не хватит а если докупать и эту пряжу и носочную то как там ну как-то я не готова почему-то я подумала что вдруг у меня не получится пряжа носочная достаточно дорогая и она мне очень конечно нравится я не оставляю эту идею и одним словом я решила связать то что связала изначально я сно связала иначе можно увидеть предыдущем видео в первой части и вот я его распустила и перевязываю ушло у меня меньше потому что я тот клубочек который размотала не стал опускать в работу я просто остаток клубка 80 грамм он может даже где-то 75 не взвешивала я вот остаток клубочка в две нити и так и начала вязать значит начала я с резиночки сделала резинку набрала 72 петли плюс одна на то чтобы в круг объединить вяжу в две нити и на спицах пять с половиной от деклик у меня спицы вы видели какой с нот у меня получился 24 сантиметра на 32 я и в первом видео я уже говорю о том что я набирала 80 с хвостиком петель и это было очень широко ну для меня лично обхват головы пятьдесят шесть кажется ну слишком широко болтается на шее и это не такой расхожий цвет который может скажем так подойти на мужские размеры поэтому я его распустила и перевязала не только потому что платочная вязка очень сильно его очень сильно его уже мало скажем так не платочная а вот изнаночная гладь я сделала все таки платочную вязку сейчас вы видите еще раз пряжу у меня еще есть три таких моточка я решила два моточка выделить на вот такой вот свитер сейчас я вижу горловину горловину вяжу на 100 петлях резиночка один на один так и спицы номер пять все-таки чуть-чуть вроде бы как много но я снуд постираю посмотрю как это пряжа в изделии подсядет ли она распушиться ли она наверное следующем видео уже покажу вам постиранный снуд и тогда можно будет понять нужно мне будет переходить в свитере на спицы меньше например четыре с половиной чтобы лучше ложилась пряжа хотя мне кажется нужно на пятерке и продолжать как я начала горловину посмотрим значит пряжу я сказала какая пряжа и что здесь у меня получилось обратную сторону вам хочу показать обратная сторона тоже очень хорошо смотрится особенно если одевать на шею возможно вот после стирки я вам покажу какие-то фото как это выглядит уже в готовом изделии сейчас вы видите что с одной стороны у меня связана резинка 3 3 изнаночные 1 лицевая поэтому 72 петли чтобы они были равно 4 кратное четырем потому что можно при необходимости одеть на голову и сзади так аккуратненько закрыть этот снуд и может быть такая шапочка и дальше у меня просто идут петли резинка где-то 7 или 8 у меня рядочков дальше у меня идет платочная 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 вязка 14 рядов потом у меня идет лицевая гладь потом опять платочная вязка немножечко я попробовала как выделяется очень хорошо это пряжа для узора рис для шишечек вот все теневые мне кажется узоры будет очень красиво я сейчас пересчитываю сколько у меня в 2 нити вязала в 2 нити сейчас пересчитывая сколько у меня в 10 сантиметрах рядов получается 17 17 рядов у меня плотность плотность моего вязания записываю это как информацию для себя и возможно для тех зрителей которые смотрят и хотят иметь хоть какую-то информацию о пряже 17 рядов в 2 нити спицы 5 с половиной адди клик по высоте тут толком я не посчитала в 6 сантиметрах 14 14 рядочков значит я неправильно сказала в 10 сантиметрах у меня 17 петель и в 6 сантиметрах потому что нет участка равного 10 чтобы быстро можно было посчитать на весь на видео и в 10 в высоту в 6 сантиметрах у меня 14 рядов вот так вот резиночка очень хорошо держит резиночку он и я уже одевала его на голову как шапочку поэтому тоже хорошо выглядит если вот сзади закрыть он так свисает и сзади аккуратненько таким конвертиком завернуть то можно легко носить его как шапочку при необходимости но не для постоянной носки просто при необходимости шеи снуд поднять если задувает в уши нужно будет мне спрятать ниточки я надеюсь просто что перед стиркой нужно спрятать ниточки я надеюсь что во время стирки это пряжа сваляется потому что 60 40 процентов шерсти есть надежда что она выпустит пушок и заправленная ниточка уже сваляется вместе со всем полотном иголочки вот такие у меня новые они легко заправляются широким ушком можно легко заправить две ниточки или толстую ниточку потому что в обычную текстильную иголочку но две нитки или толстая нитка там еще нужно поморочиться вот так вот можно запечатать и вот такая вот такая получается шапочка рядность в принципе если чуть аккуратнее вязать мне кажется я немножко все-таки где-то у меня терялась связала я получается если с учетом привязать это можно с два дня у меня ушло но с учетом перевязать вот так вот складывается на лицевой стороне вот это лицевая гладь уходит как бы вовнутрь и вся вся платочная вязка складывается такими колечками и достаточно красиво смотрится резиночку можно как вверх так и вниз носите к лицу да если резиночку вы одели вверх то при необходимости можно одеть на на лицо чуть чуть выше к носику поднять и будет и будет защищать резиночка чуть чуть держит стягивает и будет защищать еще и нос и дыхание если это потребуется прохладный воздух и так далее ну все я постираю просто на обычной на обычной программе стирки и заправлю кончики покажу результат уже после стирки в следующем видео и возможно померю тоже вы сможете увидеть как этот снуд получился маленькая такая вставочка сейчас как раз сохнет и хочу сказать что добавлю информацию в инфобокс сколько ушло пряжи какая пряжа какие спицы снуд пока сохнет видно что есть пушок